Глубоко уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня мы с вами встречаемся на секции неотложной терапии Московского городского научного общества терапевтов, которая будет посвящена проблемам, угрожающих жизни состояния, их профилактике и лечению при некоторых, с одной стороны распространенных, а с другой стороны редких, но встречающихся в нашей жизни состояний. Уважаемые коллеги, сегодняшнюю секцию проводят профессора и доценты кафедры внутренних болезней Московского государственного медико-стоматологического университета, которому на будущий год исполняется 100 лет. И все участники сегодняшнего вебинара посвящают свои доклады, свои выступления этой большой, очень важной дате, поскольку наш университет, а мы являемся представителями этого университета, за более чем 50 лет существования лечебного факультета подготовил для Московского здравоохранения, для различных регионов нашей страны, ближнего, дальнего зарубежья более 28 тысяч врачей различного профиля. Со многими мы до сих пор держим тесные связи, со многими у нас имеются научные совместные исследования, и в том числе те доклады, которые мы сегодня представляем, они взяты из жизни, подкреплены, естественно, литературными источниками, и я очень надеюсь, они будут вам полезны в вашей практической работе. Сегодняшний доклад мой посвящен профилактике угрожающих жизни состояний у беременных с синдромом морфана. Надо сказать, что это заболевание, это состояние, это не болезнь, это особенность пациентов, у которых выявляют изменения в тех органах и системах, о которых я сейчас скажу. Так вот это состояние было впервые охарактеризовано и опубликованы эти данные в конце XIX веке французским педиатром Морфаном, в семье которого родилась девочка с очень специфичными изменениями скелета. Сейчас уже известны очень многие маркеры этого генетического заболевания соединительной ткани, в основе которого лежит мутация одного из генов, расположенного на длинном плече 15-й хомосомы, того гена, который кодирует основной компонент миофибрил, фибриллин. И хотя недостаточно часто встречается с одной стороны это патологическое состояние, посмотрите, среди популяции один случай на 3-5 тысяч рождений. Казалось бы, это немного, но это очень характерное состояние, которые наследуются по аутосомно-доминантному типу, чаще всего носят семейный вариант, и примерно в 30% случаев возникают спорадические случаи мутации вот этого самого гена, который приводит к развитию, к рождению детей по имени отца этого ребенка, описавшего изменение скелета. Этот синдром называется синдромом морфана. Надо сказать, что принята генская классификация этого синдрома, в котором выделяют специфические изменения скелета, органа зрения, изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, и, что очень важно еще, твердой мозговой оболочке. Я подробно на этом не буду останавливаться, но некоторые аспекты этого синдрома я изложу применительно к вот этой очень симпатичной женщине, которая была госпитализирована в наш родильный дом в возрасте 21 года с беременностью 32 недели и с диагностированным синдромом морфана. Обращаю ваше внимание на специфические изменения скелета у этой женщины, которые видны очень четко на этой рентгенограмме, и проявляются они, эти изменения скелета, в том числе с давлением, смещением средостения, трахеей и с давлением органов грудной клетки. Обращаю ваше внимание вот на эти паукообразные пальцы, которые являются одним из критериев диагностики синдрома морфана, а вот причиной госпитализации этой женщины явилось то, что у нее в начале беременности диаметр аорты восходящего отдела не превышал норму, он был размером 32 миллиметра, а по мере прогрессирования беременности уже в 32 недели у нее отмечено было расширение корня аорты. Оно опять-таки не выходило за пределы физиологической нормы, но тем не менее уже на небольших сроках беременных это расширение аорты прогрессировало. И если вот эту женщину соотнести к основным критериям синдрома морфана, то они у нее четко выявляются. Посмотрите, у нее размах рук больше роста тела, у нее имеется выраженный сколиоз и деформация грудной клетки, у этой пациентки имеется арахнодоктилия и у нее есть выраженная миопия. Кроме того, характерным является для этого синдрома подвывих хрусталика. Я уже сказала, что у этих пациентов имеется эктазия твердой мозговой оболочки и нам это будет очень важно иметь в виду, когда мы будем рассматривать возможные осложнения и риски при беременности. И вот то, что явилось причиной госпитализации, это расширение корня аорты. Это тот момент, который очень должен настораживать врачей, которые работают с беременными с синдромом морфана. Почему? Потому что у этих пациенток, даже сейчас, имея современные условия диагностики, имея хорошую хирургическую, кардиологическую помощь, высокая смертность материнской при беременности. Почему? Потому что нередко врачи, к великому сожалению, забывают о том, что основной критерий и основная причина неблагоприятного течения беременности у этих пациентов является осложнение со стороны сердечно-сосудистой системы. И прогноз у этих женщин определяется состоянием корня и восходящей части аорты. Я подчеркиваю, что у этой женщины диаметр корня аорты был в норме – 32 мм. А вот если он превышает 40 мм, то это абсолютно критично для беременности, поскольку в этих ситуациях возможно расслоение корня аорты. Но в процессе течения гистации у нашей пациентки, тем не менее, диаметр аорты несколько увеличился. Кроме того, у этих женщин прогноз беременности определяется данными анамнеза. Если у них был эпизод хирургического замещения корня аорты или прилегающей части аорты, то это, с одной стороны, благоприятно позволяет надеяться на то, что беременность и роды у этих женщин пройдут хорошо. Но, с другой стороны, это тоже может быть одним из сигналов возможного расслоения других участков аорты. Надо отметить, что у этих пациентов нередко имеет место аортальная регургитация. И степень ее играет немаловажное значение в оценке прогноза. Необходимо обращать внимание, есть ли симптомы сердечной недостаточности и имеются ли у этих больных, у этих женщин нарушения сердечного ритма. И вот характер нарушения сердечного ритма, он нередко играет очень важную роль в том, как будет протекать беременность и, возможно, прогнозировать риск ближайших и отдаленных исходов неблагоприятных. Какие же осложнения возможны у этих женщин во время беременности? Но, к сожалению, встречается расслаивающая анавризма аорты. И мы в своей практике встречали таких женщин, и, к счастью, у части из них благополучно завершилась беременность, и женщины остались живы, поскольку вовремя им было проведено хирургическое вмешательство. Как я уже сказала, еще раз хочу подчеркнуть, что нарушение ритма и наличие признаков сердечной недостаточности могут прогрессировать по мере течения беременности. Надо помнить, что этих пациентки склонны к развитию, к появлению признаков инфекционного эндокардита и его профилактика, я об этом расскажу несколько позже. Надо отметить, что риск осложнений во время беременности со стороны сердечно-сосудистой системы у этих пациенток возрастает в зависимости от диаметра корня аорты. Но я хочу вам привести вот эти очень интересные данные из обзора литературы, недавние, кстати говоря, 29 женщин с синдромом морфана наблюдались. И что оказалось? Оказалось, что чаще всего осложнения возникают именно на больших сроках беременности и послеродовом периоде, и гораздо реже они возникают на малых сроках беременности, что очень важно учитывать при разработке лечебной тактики и профилактических мероприятий. Я хочу сказать, что чаще всего необходимо еще обращать внимание на вовлечение, на то, что могут вовлекаться в патологический процесс подвздошной и коронарной артерии и появление симптомов сердечной астмы, признаков стенокардии у таких пациентов должно навести на мысль о том, что возможно развитие диссекции коронарных артерий или брюшная жаба – диссекция подвздошных артерий. Почему мы должны обращать внимание на состояние сердечно-сосудистой системы у пациенток с синдромом морфана? Это связано с тем, что во время нормальной протекающей беременности увеличивается в обязательном порядке объем циркулирующей крови примерно на 40%. Развивается аортоковальная компрессия. Почему? Потому что беременная матка, плод давят на нижнюю полую вену, потому что это давление, аортоковальная компрессия, может способствовать повышению давления, давления в системе большого и малого круга кровообращений. Кроме того, такие гормональные физиологические изменения, как повышение уровня эстрогенов и прогестеронов, они могут приводить к разволокнению уже поврежденной оболочки стенки внутренней выстилки сосудов, что в итоге может привести к формированию аневризма аорты, разрыву или расслоению уже существующей аорты. Вот я об этих гемодинамических изменениях вам сказала, но хочу обратить внимание, уважаемые коллеги, что даже после родов примерно только через 6 недель в норме у абсолютно здоровых женщин изменения гемодинамики и гормональные изменения возвращаются только к физиологической норме. Кроме того, у этих женщин возможно и акушерские осложнения, которые проявляются истмико-цервикальной недостаточностью в большом проценте случаев, что может привести к самопроизвольным абортам, преждевременным родам. Вследствие слабости коллагеновых структур оболочек, генетической слабости может быть преждевременно излитие околоплодных вод, и в этом надо подчеркнуть, что перинатальная смертность достаточно высокая и может достигать почти 10%. Среди акушерских осложнений следует подчеркнуть повышенный риск развития предвижения плаценты, высокий риск кровотечений и высокий риск выворота матки. Это о чем говорит? О том, что таких женщин беременных синдромов морфана должен вести междисциплинарный конглоберат, простите за это слово, но конглоберат врачей. Это грамотный акушер, это грамотный кардиолог и, конечно же, грамотный анестезиолог тогда, когда пойдет речь о родоразрешении путем, например, кесарево сечения. Как вести таких беременных с синдромом морфана? Большая очень роль отводится при гравидарной подготовке. Тогда, когда мы с вами должны оценить состояние аорты, состояние клапанного аппарата, состояние сердечно-сосудистой системы в плане увеличения или нормальных размеров полостей сердца. Есть ли нарушения сердечного ритма, скрытые или активно выявляемые, для этого мы должны поставить, провести мониторирование электрокардиограммы по холтеру. И при этом мы обязательно должны обсудить с пациенткой и ее партнером все риски, которые связаны с этой беременностью. Я уже подчеркнула, что эти риски могут быть как со стороны сердечно-сосудистой системы, так и со стороны акушерской патологии, что необходимо учитывать на всех этапах течения беременности. И я уже еще раз подчеркиваю, таких женщин должна вести грамотная команда. Это должен быть грамотный акушер, это должен быть грамотный кардиолог. И если этой пациентке необходимо какие-то вмешательства, например, в полость рта, для того, чтобы санировать зубы, или вдруг какие-то требуются иные вмешательства, обязательно необходимо назначать профилактические антибактериальные препараты. Для чего? Для того, чтобы минимизировать или профилактировать полностью развитие инфекционного эндокардита. У таких пациентов необходимо проводить мониторирование состояния полостей, состояния аорты. Эхокардиографическое обследование необходимо осуществлять как минимум один раз в триместр и непосредственно перед родами. В ситуациях, если диаметр корня аорты превышает 40 мм, то надо проводить это исследование чаще, поскольку на этих этапах можно найти те самые минимальные, хотя бы на первый взгляд казалось изменения, что могут привести к тяжелым осложнениям в виде расслоения или разрыва аорты. Для того, чтобы минимизировать или профилактировать вот эти изменения, пациентка, независимо от уровня давления, должна весь период беременности принимать высокоселективные бета-адреноблокаторы, из которых, конечно, предпочтительнее давать метапролол или бисапролол, поскольку эти препараты хорошо очень дозируются, как я уже подчеркиваю, даже вот как наша была пациентка с низким уровнем артериального давления, резкого снижения давления применение бисапролола не привело. Ну и, уважаемые коллеги, как таких пациенток родоразрешать? Предпочтительно роды через естественные родовые пути, но для того, чтобы минимизировать аортоковальную компрессию, роды проводят в положении на левом боку или полувертикальном положении. Чтобы минимизировать давление, связанное так называемым уже с потужным периодом, возможно применение вакуум-экстрактора на фоне эпидуральной анестезии. И я хочу подчеркнуть, уважаемые коллеги, и еще раз сказать, что грамотный анестезиолог должен помнить, что эктазия твердой мозговой оболочки, которая встречается примерно у 70% таких пациенток, она может встретить трудности, когда этим пациенткам проводят эпидуральную анестезию. Об этом должен помнить и акушер, и обязательно анестезиолог. Кислево сечение показано, если диаметр корня аорты превышает 40 мм. Если прогрессирует дилатация аорты во время беременности или в анамнезе, было оперативное вмешательство по восстановлению аорты, у нас такие пациентки были, и они успешно были родоразрешены здоровым ребеночком. В случае выраженной аортальной регургитации и при сердечной недостаточности тоже речь пойдет о предпочтительном использовании кесарево сечения как метода родоразрешения. Надо сказать, что вот по сейчас, вот в современных условиях, когда наша кардиохирургическая помощь достигла хороших, больших успехов, вы посмотрите, пожалуйста, если перинатальная смертность, перинатальная была в 50% случаев, а или смертность женщин 15% составляла, то сейчас она, это вот на четвертый год, снизилась до 10%. К сожалению, у меня нет данных вот самых последних лет, я надеюсь, что я их, вот они будут опубликованы, но я вот эти, эта хорошая динамика как раз-таки свидетельствует о том, что наша медицина помогает, что наши врачи умеют вести таких женщин. И вот та пациентка, на которой я обратила ваше внимание, она была родоразрешена разрешена в сроке 38 недель кесаревым сечением, родился мальчик без признаков морфана, и женщина здорова, физически, но имеет синдром морфана, у нас мы ее мониторируем, больше она, к счастью для нее, не беременела, ну а ребенок, слава богу, здоров. Благодарю вас за внимание и с большим удовольствием передаю слово профессору Анне Григорьевне Евдокимовой, очень уважаемую, которую знают все у нас, во всей России, и она нам расскажет об особенности применения диуретиков при хронической сердечной недостаточности и ее декомпенсации. Пожалуйста, Анна Григорьевна, вам слово. Микрофон. Микрофон включите, пожалуйста. Анна Григорьевна, микрофон. Слышу. Так. Слышно меня? Да, сейчас слышно. Спасибо, Раиса Ивановна, уважаемая Раиса Ивановна, за представление слова для изложения доклада и темы доклада. Уважаемые слушатели, особенности диуретической терапии при ХСН и ее декомпенсации. Какие в практике наблюдаются сложности и какие ошибки. Итак, извините, я должна настроить. А вот вперед, все, княла. Идеология хронической сердечной недостаточности достаточно многообразна и, в принципе, определяется рядом заболеваний, которые приводят к тому, что сердечно-сосудистая система не может пополнять те задачи по доставке крови в количестве адекватных потребностям организма. Идеологические факторы в основном это артериальная гипертония, ИБС, сахарный диабет и после перенесения инфаркта миокарда или острого коронарного синдрома. Хотела бы подчеркнуть следующее, что при введении больных сердечной недостаточностью, конечно, нужно определить симптомы сердечной недостаточности. И мы знаем, что это синдром, который является осложнением указанных сердечно-сосудистых заболеваний. И основные клинические проявления это одышка, ортопное, общая слабость, отеки. Вот этот О, они определяют всю симптоматику основную. Но хотелось бы подчеркнуть, что риск смерти от 5 до 10 процентов в год развивается у больных с небольшими клиническими проявлениями и до 30-40 процентов при выраженных симптомах. Вот отсюда такая, в общем-то, сложность введения больных и, говорят, лучше предотвратить развитие сердечной недостаточности, чем лечить потом. Какие причины госпитализации с недостаточностью к обращению? Указывается, что каждый третий больной с недостаточностью к кровообращению имеет тяжелый функциональный класс, который приводит к декомпенсации, смерти. Из них поводом для госпитализации является более 50 процентов от увеличения отеков. У каждого пятого прогрессирование асцита на сарке. И у каждого пятого обострение в виде отека легких. То есть ситуация достаточно очень тревожная и сложная. Как же развиваются отеки при ХСН? Любая причина, которая приводит к снижению ударного объема или сердечного выброса, сразу же приводит к компенсаторным механизмам активации симпатоадреналовой ленинно-аногетензин-альдосторонной системы. Действительно, на ранних этапах, благодаря повышению давления и учащению ритма, как-то компенсируется недостаток кровотока в жизненно важных органах. Но в последующем эти адаптивные механизмы уже играют отрицательную роль и приводят к повышению секреции антиадиуретического гормона, повышается почечная реабсорбция надрия воды, развивается и прогрессирует вазоконстрикции, которые в конечном итоге приводят к нарушению микроциркулеторного звена, снижению анкотического давления, гидростатического давления, нарушению отека, лимфооттока и в целом развиваются отеки. И при этом создаются проблемы, определенные у больных с синдромом задержки жидкости. Ну, во-первых, отсутствие адекватного проведения базисной гиуретической терапии ХСН, что приводит к повторной госпитализации. И после выписки, отмечено у больных, из стационара выписываются по поводу декомпенсации. И в амбулаторных условиях прекращали прием антагонистов минерал-кортикоидных рецепторов, потому что и процент этот значимый, это 55% больных. И с каждым последующей госпитализацией известно, что риск смерти увеличивается. Базисная терапия больных имеют именно доказательную медицину, это больные с низкой фракцией выброса левого желудочка. Для этого есть рекомендации Общества сердечно-сосудистой недостаточности, последнее обновление, 2020 год, когда рекомендуется при базисной терапии включать аж 4 препарата. Это блокадроринина, ангютензин, альдостеронная система, ингибитор АПФ или сортаны, или группа арнии, бета-блокатори, антагонисты минерал-кортикоидных рецепторов. И с 2020 года, 13 июня прошлого года, был включен препарат эпоглифлозин или дапоглифлозин, их всего два, которые относятся к ингибиторам натрия-глюкозного котранспортера второго типа. На основании полученных исследований, что этот препарат не только хороших при сахарном диабете, но оказывается при ХСН с сахарным диабетом, без сахарного диабета, при почечной, хронической почечной патологии. И находит достаточно в настоящее время широкое применение в плане какбайсной терапии, которая уменьшает смертность больных от сердечно-сосудистой патологии на 17%. И как раз вот эти препараты дапоглифлозин и эмпоглифлозин, они тоже обладают слабым диуртическим эффектом, снижают реабсорбцию глюкозы в почках, снижают массу тела, снижают жесткость сосудистой стенки, стеатоз, фиброз, воспаление, оксидативный стресс, уровень мочевой кислоты, имеет инсулин независимые механизмы действия, уменьшает число обострений ХСН, уменьшает смертность, как я уже сказала, на 17%, и рекомендуется больным с ХСН вторым, четвертым функциональным классом с фракцией выброса левого желудочка меньше 50%, то есть это входит уже умеренно сниженная и сниженная фракция. Вот такой препарат, неизвестно откуда, еще механизмы не изучены, но имеет место, что он обладает полиорганной протекцией, и пришел к нам на вооружение. Но хотелось бы отметить, что с целью снижения госпитализации в связи с сердечной недостаточностью по показаниям для больных с объемной перегрузкой назначают диуретики. Это абсолютно необходимая группа препаратов, которая имеет важное значение в контроле диуреза, в контроле синдрома задержки жидкости, и диуретики рекомендуется для улучшения симптомов недостаточности коробощения, повышает активность у лиц с признаками задержки жидкости, то есть улучшают качество жизни. И важно еще раз подчеркнуть, что диуретики не относятся к патогенетической терапии сердечной достаточности, но они крайне необходимы, так как устраняют признаки задержки жидкости, особенно при острые декомпенсации сердечной недостаточности. К положительным свойствам диуретиков относятся улучшение симптомов сердечной достаточности, объемная разгрузка, уменьшение ОЦК, объем циркулярщей крови, к отрицательным, а то есть с активацией нейрогормонов и электролитный дисбаланс. Поэтому важно помнить, что назначив диуретики, нужно не забыть назначить и блокаторы РАС. Это взаимосвязаны две таких ситуации. Какие признаки задержки жидкости у пациента с сердечной достаточности? Ну, первое, если пациент находится на определенном водном режиме, на определенном питании и вдруг за неделю прибавляет больше двух килограмм, это указывает на то, что задерживается жидкость. И после этого пациента просят уже не одну подушку, а вторую, чтобы возвышенный головной конец, так ему легче, а периферических еще отеков нет. А когда уже скопление жидкости в полостях гидроперекат, гидроторксосцит, это уже очевидные признаки задержки жидкости. По малому кругу вращения может быть кашель, ляжет горизонтально, начинает кашлять, повыше присядет, кашель проходит, то есть уже накапливается в малом круге излишек жидкости. Фарксизмально ночная дышка, просыпается ночью от того, что тяжело дышать, выслушивается влажных рипов легких, ортопноя, когда уже боли выржены, задержка идет. По большому кругу вращения это набухшие гиремные вены, увеличение печени и уже периферические отеки развиваются. И портрет больного, которому показана дегидротационная терапия, он своеобразный. Пациент жалуется на слабость, утомляемость, кашель, одышка при незначительной физической нагрузке, перебои в работе сердца, стопроцентная тахикардия. И при осмотре уже выявляются признаки задержки жидкости. Это хрипы в низшими отделах легких, акцент второго тона на доорту и легочной артерии, ритм галопа, увеличение печени, отеки ног. Инструментальные методы, которые проводятся для диагностики ХСН, это рентгеновское исследование, чтобы определить признаки венозного застоя и расширение корней легких. Электрокардиографические данные, под которые могут показать нарушение ритма, проводимости, экстрасистолии, блокада, очуговые изменения, которые имеются в сердечной мышце. Эхокардиографические параметры дают определить уровень фракции выброса левого желудочка как интегрального показателя сократительных способностей левого желудочка. И особое внимание, конечно, мы уделяем низкой фракции выброса и теперь уже с новых позиций европейских рекомендаций 2021 года и промежуточной фракции, так как установлено, что если не лечить эту промежуточную фракцию от 40 до 49, то она точно будет снижена. Оценивается размеры камер и повышение давления в легчаной артерии. Что же можно сказать на предмет того, что задержка жидкости в организме и развитие отечных синдромов является типичным правлением ХСН, начиная со второго функционального класса. Причем при первом функциональном классе этого обычно нет, а при втором есть группа больных, которые имеют признаки задержки жидкости, и есть группа, которые не имеют признаки задержки жидкости. Вот те пациенты, которые не имеют признаков задержки жидкости, им не надо назначать диуретики или какие, поговорим чуть позже, но если уже есть задержка жидкости, дегитационная терапия уже представляет одну из важных составляющих успешного лечения ХСН. И вот заранее для профилактики необдуманно не рекомендуется проводить дегитационную терапию. Надо помнить о трех этапах дегидратации. Первый этап, когда избыток жидкости необходимо перевести в сосудистый росло с периферии с помощью активных петлевых диуретиков, уменьшающих ОЦК и облегчающих вход жидкости из неклеточного пространства в кровоток. Обязательно на фоне блокаторов раз, если низкое давление, то положительные инотропные средства и коррекция онкотического давления. Для этого служит введение плазмы, альбумина, астматического давления за счет антагониста минерал-кортикоидных рецепторов для усиления иона, обмена, уменьшения выраженности гипонатриемии. Второй этап, это улучшение почечной фильтрации, можно назначать малые дозы диагоксина при гипотонии, положительные инотропные препараты допамин, допутамин, при систолической артериальной гипертензии больше 100 мм ртутного столба, можно применить эуфелин осторожно после перенесенного инфаркта и нарушениях ритма. И третий этап, когда уже решают сами диуретики, это блокады реабсорбции натрия и воды. И общий подход к назначению диуретик следующий. Лечение начинается при клинических признаках застоя жидкости, лечение начинается с применения слабейшего из-за эффективных у данного конкретного больного препарата в малых дозах начинают в последующем подбирать по принципу квантум сатис. Дегидратация при ХСН имеет активный период гипергидратации застоя и поддерживающий для поддержания эуфолемического состояния после достижения компенсации. Поэтому в активной фазе можно получать диурез плюс 1-2 литра в сутки при поддерживающей фазе должна быть сбалансированная масса и прием принятой жидкости. Есть легендерная особенность при применении диуретиков. Считается, что у особых различий нет, но у женщин отмечается, что на фоне приема диуретиков развивается гипонатриемия чаще. Это объясняется высокой активностью натрия зависимых переносчиков глюкозы второго типа. Чаще возникает острое почечное повреждение. Частота побочных эффектов диуретиков у женщин больше, чем у мужчин. Со слов профессора Глейзер, любимая ее тема философии женского здоровья, и в частности вот именно такие особенности были им выделены. Классификация диуретиков строится на основании их работы в определенном участке нефрона. И вот если вы посмотрите как устроен, то это клубочек, дальше проксимальный канализ, сходящая часть петли гендли, затем сама петля гендли, восходящая часть петли, и диастальный канализ и собирательная трубка. И вот классификация основывается по локализации механизму действия, и на проксимальный канализ принимают воздействие ингибитора карбоангидразы, которые нам нужны будут для снятия резистентности, проводимые диуретической терапией ацетозол амид и диакарб, препараты, которые работают в картикальном сегменте восходящей части петли гендли, это птиозидные диуретики, представителем является гептиозид, не птиозидные диуретики, хлортелидон, к сожалению, у нас не зарегистрирован, только в сочетании с сортаном, восходящая часть петли гендли на протяжении всем его протяжении, это уже активные петлевые диуретики, форсимид, лазикс и достаточно относительно новые торсимид. В дистальном канале со собирательной трубки работают конкурентные антагонисты альдостерон, альдактон, спирон, лактон, всемовешенный вершпирон, селективный эплеринон. И вот на разных этапах развития синдрома задержки эти препараты применяются, о чем мы говорим позже. Немножко истории создания диуретиков. Видите, фактически с 1956 года идет разработка этих препаратов и мы имеем знакомство с ними. В последнем 1988 году торсимид появился в Европе, Америке, к нам он пришел уже в 21 веке, в начале этого века и мы с ним знакомы. И в принципе характеристика заключается в том, что в отличие от форсимида препарат обладает органопротективностью. Он подавляет обратное всасывание натрия и хлора в восходящем отделе петли генли, выводится в основном через печень, обладает минимальным калиурезом, что очень важно, и обладает антиальдестеродным эффектом. Вот она органопротекция где. Оказывает прямое вазолитерующее действие, расслабляет гладкомышечные волокна. И экспериментально, в клинике было доказано, что препарат хорошо переносится, и вы видите, нежелательных явлений, значимым меньше по сравнению с теосидными диуретиками. И единственное исследование, которое проведено с диуретиками, это исследование ТОРИК. Оно открытое исследование, но до этого считалось, что есть задержка жидкости, сдаем диуретики, а что там, как влияет. Оказалось, что торсимид впервые оказал влияние на показатели общей смертности, смертности несердечно-сосудистых заболеваний, внезапность смертность, невнезапность и смертность по причине несердечно-сосудистых заболеваний. Синенькие столбики демонстрируют, насколько по сравнению с другими диуретиками оказывают положительный эффект и достоверно уменьшают смертность. То есть мы впервые получили такой препарат диуретик петлевой с такими хорошими качествами. Но что бы мы ни давали, у нас все равно начинает расти альдостерон, который приводит к фиброзу жизненно важных органов и повышает отеки, нарастает диастолическая сердечная достаточность фиброза не только в сердце, но и в сосудах. В конечном итоге все это приводит к компенсации кровообращения и развитию смертности. Для этого применяют антагонисты минерал-кортикоидных рецепторов, которые блокируют рецепты альдостерона и фактически они относятся к слабым мочегонным препаратам, но блокируют действие гормона альдостерона, который задерживает натрия в воду и обладает антифибротическим дополнительным эффектом, то есть спасает органы от развития гипертрофии и фиброза и улучшает прогноз. Препятствует задержке жидкости и натрия, следует принимать ежедневно независимо есть задержка жидкости или нет, то есть не зависит от количества пищи и главное, что эта группа увеличивает продолжительность жизни больных с выраженной хронической сердечной недостаточностью. Но должны мы всегда помнить, когда назначаем препараты из группы, например, петлевых диуретиков, что форсимид повышает активность раз в четыре раза, то есть диурет хороший идет, мощный, а агиотезин-2 растет на этом фоне, то есть активируются нейрогормоны и задержка жидкости происходит как полурочный круг, и развивается гипокалиемия, а из представленных антагонистов минерал-картигоидных рецепторов спиронолоктон не является селективным, и он приводит к развитию генкомастии у мужчин, герсутизма у женщин, и до 68% страдает эректильной дифосфункцией на приеме межпирона у мужчин и гиперкалиемия. Это очень важный момент, мы знаем, что гиперкалиемия больше 6 может привести к риску развития остановки сердца в систолу. И вот когда исследование у больных с недостаточностью к обращению закончилось в 99-м году, что вершепирон снижает смертность, посмотрите, насколько увлеклись в практике увеличением его назначения. И на фоне увеличенного назначения спиронолоктона стали отмечать смертность от гиперкалиемии, то есть бесконтрольный прием очень даже может привести к серьезным последствиям. Анна Григорьевна, простите, у вас осталось 2 минуты. Хорошо. Я перехожу к дальнейшим моментам, что эплеринон уменьшает значимое количество госпитализации. Кроме того, у пациентов с развитием декомпенсации кровообращения мы должны всегда помнить, назначая диуретики, например, при втором малый доз тарсимиды или плеринона с целью антифибротического эффекта, если нет застоя. На фоне застоя петлевые диуретики с плериноном уже 2 препарата. На третьей стадии поддерживающие 3 препарата. До компенсации мы назначаем уже ингибиторы карбангидразы для того, чтобы снять блокаду с рецепторов, которые воспринимают диуретики петлевые. И четвертый функциональный класс это уже терапия, которая включает 4 препарата и еще при необходимости механическое удаление жидкости. То есть 5 препаратов воздействия. И позвольте закончить нужно еще помнить о том, что если развивается декомпенсация и мы назначим все препараты и они не работают, то надо обратить внимание, что же за причина развития толерантности. Это артериалии гипотонии, сахарный диабет выраженный полиэнеропатия, анемия, злоупределение с солью, почечная недостаточность, которая прогрессирует. Развивается новая тела, пневмония, желчекаменная болезнь. Или развитие вторичного альдостеронизма, гипокалиния, сдвиг по щелочную сторону, то есть развивается метаболический алкалоз, когда нужно назначить диакарп и спасти больного. Итак, благодарю вас за внимание. Я закончила свое представление, поэтому вопросам можно разговаривать бесконечно, потому что есть маленькие тоненькие нюансы. Спасибо. Так, слово представляется профессору Голиковой Анне Алексеевне. Пожалуйста, Анна Алексеевна, слушаем вас доклад. Лактат ацидоз, метаболический ацидоз с большой анионной разницей и уровнем молочной кислоты в крови выше 2 мм на литр. Основной причиной является повышенное образование и снижение утилизации лактата и гипоксии. Данных о частоте развития лактат ацидоза в России нет. Частота развития не зависит от пола. Возраст больных колеблется от 35 до 84 лет и в среднем составляет 65 лет. Лактат это продукт метаболизма углеводов в норме. Состояние натощак расходуется на синтез глюкозы, после приема пищи метаболизируется с образованием ацетил кофермента А. Оба этих процесса идут в присутствии кислорода. Гипер лактат эмия возникает в результате приема вегуанидов у больных с сахарным диабетом и часто сочетанием с заболеваниями сопровождающимися гипоксимией. К провоцирующим факторам относятся прием вегуанидов, выраженная декомпенсация сахарного диабета, любой ацидоз, включая диабетический кетоцидоз, почечная и печеночная недостаточность, злоупотребление алкоголем, внутривенное введение рентгеноконтрастных средств, тканевая гипоксия, обусловленная хронической сердечной недостаточностью, кардиогенным шоком, гиповолимическим шоком, ожогами, травмами, тяжелыми заболеваниями органов дыхания, анемии, острый мезонтериальный ишемия, острый стресс, выраженные поздние осложнения сахарного диабета, в основном обусловленными диабетической нефропатией и развитием инфаркта миокарда, старческий возраст, тяжелое общее состояние, запущенные стадии злокачественных новообразований и гемобластозы, передоземника нуклеозидных аналогов, бета-адреномиметиков, кокаина, диетилового эфира, пропофола, изониазида, сульфа, салазина, парацетамола, салицилатов, отравление спиртами, избыточное парентеральное введение фруктозы, ксилита и сорбита, а также беременность. по некоторым данным специфических признаков лактоцидоза нет, тем не менее симптомы лактоцидоза в начале напоминают декомпенсацию сахарного диабета или усиление побочных эффектов метформина, а именно анорексия, тошнота, рвота, диарея, боли в животе неопределенного характера, слабость. Но следует помнить, что единственный специфический симптом это миалгия, вызванные накоплением лактата, которые могут появляться задолго до ухудшения общего состояния пациента, выраженный ацидоз жажды, гипервентиляции, впоследствии с дыхательной недостаточностью, спутанностью сознания и в конечном счете развитием кома. Кома может развиться в течение нескольких часов. Что видим при обследовании? Бледность и сухость кожных покровов, холодные конечности, артериальная гипотония, нарушение сердечного ритма, дыхание типа Кусмауля, возможные признаки заболеваний, провоцирующих ацидоз. Из биохимических анализов на что следует обратить внимание? Прежде всего это то, что диагноз лактат ацидоза может быть подтвержден при концентрации лактата выше 5 ммол на литр и при PH ниже 7,35 и весьма вероятен при концентрации лактата от 2,5 до 5 ммол на литр в сочетании с PH артериальной крови ниже 7,25 есть особенности при хранении крови для определения лактата на холоде и держать не более 4 часов гликемия может быть любая но чаще имеет место быть гипергликемия возможно повышение креатинина возможно гиперкалиемия кислотное и щелочное состояние декомпенсированный метаболический ацидоз с PH ниже 7,3 уровень бикарбоната плазмы ниже 18 а неонная разница выше 10 15 таким образом PH и бикарбонат резко снижены мочевина повышена кетономия в норме или умеренно повышена объем циркулирующей крови в норме или умеренно снижен содержание натрия и калия в норме однако возможно как я уже говорила гиперкалиемия из-за снижения почечного кровотока или почечной недостаточности иного генеза и осмолярность осмолярность крови может быть в норме или умеренно повышена основные компоненты лечения это прежде всего уменьшение образования лактата выведение из организма лактата и метформина борьба с шоком гипоксией ацидозом электролитными нарушениями и устранение провоцирующих факторов из терапевтических мероприятий на догоспитальном этапе следует прежде всего обеспечить проходимость дыхательных путей и при необходимости предпринять мероприятие по улучшению функции внешнего дыхания внутривенная инфузия 0,9% раствора хлорида натрия а в реанимационном отделении или отделении неотложной терапии это лабораторный и инструментальный мониторинг который проводится как при диабетическом кетоацидозе но с более частым контролем уровня лактата для снижения образования лактата и усиления синтеза гликогена проводится внутривенная инфузия инсулина короткого действия или инсулина ультра короткого действия из расчета по 2-5 единиц в час внутривенно с глюкозой удаление избытка лактата и бигуанидов если они применялись единственное эффективное мероприятие для выведения метформина и лактата это проведение гемодиализа с безлактатным руфером в этом случае выживаемость составляет 60% при острой передозировке метформина назначается внутрь активированный уголь или любой другой сорбин и восстановление КСЧС это ИВЛ в режиме гипервентиляции для устранения избытка СО2 при этом PH в гептоцитах и кардиомиоцитах может восстановиться что способствует нормализации метаболизма и снижению концентрации лактата введение бикарбоната натрия только при PH ниже 6 и 9 крайне осторожно из-за опасности парадоксальных усиления внутриклеточного ацидоза и продукции лактата и не более 100 мл 4% раствора однократно внутривенно медленно с последующим увеличением вентиляции легких для выведения избытка СОООО образующегося при внутривенном введении бикарбоната метаболизма СООО согласно современным алгоритмам оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом 2021 года приоритетным сахароснижающим препаратом в лечении пациентов с сахарным диабетом 2 типа при отсутствии противопоказаний остается метформин если исходный показатель гликированного гемоглобина А1С находится в целевом диапазоне или превышает индивидуальный целевой уровень менее чем на 1% в этом случае лечение пациентов с сахарным диабетом 2 типа можно начинать с метформин целевой уровень гликированного гемоглобина А1С зависит от наличия атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний риска тяжелой гипогликемии возраста пациента ожидаемой продолжительности жизни и функциональной зависимости для большинства взрослых пациентов с сахарным диабетом адекватным является целевой уровень гликированного гемоглобина менее 7% у пациентов с сахарным диабетом 2 типа без атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний и хромической болезни почек ранее назначение комбинированной сахароснижающей терапии может иметь преимущество в отношении долгосрочного удержания гликемического контроля даже при незначительном превышении целевого уровня гликированного гемоглобина А1С при назначении комбинации препаратов метформина и ингибиторов дипептидил пептидаза 4 метформин возможно комбинировать также с глинидами глифлозинами агонистами рецепторов глюкогоноподобного пептида 1 базальным инсулином инсулином короткого действия в приоритете назначение метформина пациентам с сахарным диабетом 2 типа с ожирением а также у лиц с риском развития гипогликемических состояний значит комбинация с метформином дает возможность уменьшить дозу метформина а также минимизировать развитие нежелательных эффектов что с такой извините но тут это уже не моя вина что называется так хорошо значит следует помнить что измерять концентрацию лактата в крови необходимо при состоянии с нарушением сознания любой степени тяжести при появлении миалгии у пациентов принимающих метформина прогноз при отсутствии возможности определения концентрации лактата в крови и при наличии тяжелых сопутствующих заболеваний неблагоприятны однако летальность зависит от продолжительности и степени гидролактатемии если концентрация лактата под влиянием терапии нормализуется то есть снижается менее двух миллимоль на литр уже в первые сутки то летальность составляет 0% если в течение первых двух суток летальность составляет 22% и если после двух суток то летальность составляет 86% из профилактических мероприятий следует соблюдать противопоказания к назначению метформина включая его отмену за 48 часов до операции из возобновления не ранее полной нормализации клиника лабораторных показателей и отмену при любом предстоящем рентгенологическом обследовании с внутривенным введением контраста далее это лечение сопутствующих заболеваний которые провоцируют лактат ацидоз и это поддержание адекватного контроля кликемии спасибо за внимание и я предоставляю слово следующему докладчику доценту Андрею Николаевичу Привалову добрый день Раиса Ивановна добрый день уважаемые коллеги позвольте вам представить сообщение на тему артериальной гипертензии основной фактор риска инсульта я извиняюсь за то что у меня выключена камера к сожалению технические причины не позволяют мне ее включить итак заболеваемость от инсульта катастрофически увеличивается несмотря на то что мы научились ставить диагноз самых точных в самых сложных случаях но смертность остается очень высокой в 17 году это 6 и 70 миллионов смертей конечно это очень много артериальная гипертензия остается главным фактором риска есть параметры артериальное давление которые считаются эталонными но вот по этому поводу я хотел бы с вами сегодня представить вам какую-какую информацию итак есть интересное исследование которое называется бремя болезней и там артериальная гипертензия точнее высокосистолическое артериальное давление считается основным фактором риска являясь причиной смерти 33 и более процентов всех смертей России как гипертония приводит к инсульту в принципе известно это меняется жесткость сосудистой стенки метких артериалов повышается вероятность отраски арктического поражения сосудов и возрастает риск развития фибрилляции предсердий давние были споры по поводу того какое именно артериальное давление артериальное систолическое или диастолическое является основным неблагоприятным признаком в последнее время все сходятся к тому что и систолическое и диастолическое давление существенным образом влияют и прирост исторического на 20 миллиметров а диастолическое на каждые 10 миллиметров удваивает риск смерти от инсульта на этом слайде показаны что если мы контролируем артериальную гипертензию то мы снижаем существенно риск от всех видов смерти риск от кардиовискулярных заболеваний и риск от инсультов особенно от геморрагического инсульта от инсульта вообще и от геморрагического особенно но вопрос остается в том какой же уровень артериальное давление можно считать приемлемым как вы знаете наверняка благодаря американским изменениям в классификацию мы получили во-первых понятие целевое давление во-вторых мы получили цифру 130-80 как оптимальную цифру до которой нужно стремиться при терапии артериальной гипертензии вот так выглядела общая схема знаете пороговое значение артериальное давление в этой схеме позволите увеличить вот один фрагмент обратите внимание что уровень 130 и 80 то есть высокое нормальное давление при наличии серьезных факторов риска то есть при расчете допустим по таблице скор уже подразумевает фармакотерапию то есть применение лекарственных препаратов при формально нормальном артериальном давлении интересные исследования получены при изучении уровня давления и до и после лечения обратите внимание что любые попытки лечить давление если оно было меньше 130 оказались неэффективными даже ухудшали прогноз а значит если не лечить вот внизу заметно что вот допустим мы активно лечим больного получаем снижение артериального давления меньше 120 и получаем существенное уменьшение риска ишемического инсульта если мы лечим его недостаточно активно и давление в районе 120 и 140 риск ишемического инсульта незначительно снижается но парадоксальным оказалось то что в группе где формально мы не достигли желаемого эффекта то есть когда давление было больше 150 у нас также было существенное снижение риска инсульта это побудило следовательно дальнейшие пересмотры уровня желаемого артериального давления и в рекомендациях 2020 года по артериальной гипертензии взрослых было сказано что у лиц пожилого возраста то есть больше 80 лет целесообразно начинать лечение с монотерапии целесообразно в случае необходимости комбинированной терапии использовать минимальные дозы в комбинации и избегать альфа блокаторов и жестких петлевых диуретиков и цырьевым давлением считалось следует иметь 130 139 и не более дальше произошли следующие изменения оказалось что существуют разные подходы в 20 году основанием для таких подходов было выявление неблагоприятных эффектов а вот в этом году на конгрессе европейском было представлено исследование СТЭП в котором было показано что еще более интенсивное снижение артериальное давление дает нам дополнительные 26% снижения первичной конечной точки куда входил инсульт острокоронарный синдром дагомпенсация ХСН то есть получаем мы получаем на сегодня две стратегии снижения артериального давления стратегия стандартная 130-150 и стратегия интенсивного снижения 110-130 причем при этой стратегии интенсивного снижения конечно были эпизоды гипотонии но других нежелательных явлений как было раньше то есть типа головокружения падения переломы конечностей почного повреждения таких не было зарегистрировано интересно посмотреть как же относятся к интенсивности снижения давления в смежных областях я имею ввиду как относятся эндокринологи и специалисты по лечению заболеваний почек как известно и в том и в другом случае артериальная гипертензия присутствует и в инсульте она имеет важнейшее значение и так посмотрите вот последняя рекомендация по сахарному диабету целевые уровни показатель артериального давления оценивается как в промежутке 130 и 140 то есть мы имеем в случае сахарного диабета достаточно осторожное отношение к снижению артериального давления при том что гипертония встречается при диабете ну у 60-70 процентов больных напомню что в общей популяции гипертонии где-то 40-45 то есть существенно гипертония чаще встречается при сахарном диабете и набор лекарственных препаратов тут традиционные те же гибитор АПФ и сортаны в комбинации с тиозидными диуретиками и так далее то же самое в отличие от эндокринологов при заболеваниях почек пошли по пути более жесткого снижения специалисты по заболеваниям почек в последних самых рекомендациях до 21-го года рекомендуют снижать артериальное давление не более 120 с использованием тех же стандартных препаратов к которым то есть ингибитор АПФ и блокаторы роднино-анкетезинировой системы то есть в общем наша попытка найти консенсус с использованием рекомендаций в смежных областях особенно нам не помогла далее выбор рациональной терапии когда мы начинали с монотерапии то было все более-менее просто мы знали что есть традиционные неблагоприятные сочетания например сартан ингибитор АПФ и мы знали что существует стандартная удобная комбинация например к любому гипотензивному препарату хорошо добавить тиозидный диуретик но прошло время и теперь мы знаем что желательно использовать сразу комбинацию естественно даже чисто математически получается очень сложная схема то есть если мы имеем 2-3 препарата очень непросто выбрать ту искомую комбинацию которая нам позволит получить хороший эффект и достаточно безопасно вот такой сложной схеме показано что там где более толстая линия это более оптимальное сочетание чем тоньше тем они опаснее то есть вот так вот разобраться сразу если приходится назначать 3-4 препарата то очень сложно разобраться такие попытки были предприняты и вот на этой схеме показано что есть определенные препараты они могут комбинации они могут оцениваться как опасные менее опасные эффективные менее эффективными оказалось что например сочетание ингибиторов АПФ с диуретиками они оказались довольно невысокой эффективности при том что толерантность неплохая и толерантность а наиболее оптимальными оказались сортаны или сортаны с диуретиками кальций блокад с диуретиками вообще в этом исследовании оказались наиболее оптимальной комбинацией то есть вот эти работы по выбору оптимального оптимальной комбинации гипотензивных препаратов они продолжаются конечно недалеки до завершения но нам известно что инсульт это не только гипертония вот у нас в нашей базовой больнице было проанализировано летальные исходы все летальные исходы за 20-й год и оказалось что вот чисто гипертония встречается в 70% то есть в 30% не было признаков наличия хронического повышения артериального давления во время секции что же у них было ну традиционно это фибрилляция передсердий сахарный диабет и небольшое количество постинфарктный кардиозкий рост то есть лишний раз необходимо подчеркнуть что фибрилляция передсердий является важнейшим очень серьезным фактором провоцирующим инсульты являющий этиологической причиной инсультов нужно сказать что сама по себе гипертония является важнейшим фактором появления фибрилляции передсердий оказалось что чем выше диастолическое давление тем выше риск начала появления мерцательной ритмии вы видите что при уровне 100 миллиметров диастолического давления риск в 3 раза выше чем при нормальном уровне то же самое нужно сказать про факторы возглавления ритмии в соответствии с рекомендациями 2020 года по фибрилляции передсердий здесь артериальная гипертензия упоминается как первый фактор основной фактор возникновения мерцательной ритмии лечение артериальной гипертензии упоминается как ведущий ведущий принцип профилактики рецидива мерцательной ритмии если в 16 году класс рекомендации 2а то в 20 году это уже первый класс рекомендации то есть это обязательно для учитывания но рассказать что к сожалению фибрилляция передсердий является предметом сложной диагностики у многих больных мы не можем найти фибрилляцию передсердий при первом обращении при стандартном исследовании при рутинном рутинной записи ЭКГ оказывается что вот проведено специальное исследование в котором этим больным установили имплантированные стимуляторы и эти стимуляторы и с функцией записи показали что 80% эпизодов фибрилляции передсердий не обнаруживается и выявлены были случайно конечно эти исследователи пошли дальше и кроме рутинной фиксации фибрилляции передсердий они попробовали назначить антикогулянты и это было одним из главных разочарований данной работы оказалось что раннее назначение антикогулянтов не привело к уменьшению количества инсультов вот это еще нужно вероятно будет исследовать почему вот так случается и почему не всегда применение антикогулянтов современных приводит к уменьшению количества инсультов в качестве выводов хотел сказать следующее ну профилактика инсульта конечно это прежде всего рациональный контроль за артериальным давлением но к сожалению уровень необходимого контроля до сих пор точно не определен существует стратегиках стандартная когда уровень давления оценивается приемлемым в рамках 130-150 и интенсивный вариант когда уровень давления меньше выбор гипотензивного препарата тоже до конца не регламентирован наверное не стоит использовать бета-блокаторы альфа-блокаторы а наиболее перспективным являются нефидипиновые блокаторы не следует уделять конечно много внимания коморбидным состояниям особенно фибрилляцию персердия патологии и прочее спасибо за внимание благодарю вас спасибо глубоко уважаемые коллеги у нас завершается работа нашей секции времени у нас уже осталось мало если будут вопросы уважаемые слушатели пожалуйста вы можете их прислать в письменном виде мы непременно на них вам ответим и если вам понадобится вашей профессиональной деятельности та информация которую вы сегодня получили из этих лет то мы будем очень и очень рады мы желаем вам всем доброго здоровья мы желаем вам хорошего комплайнса с вашими пациентами и очень надеемся что у вас все